Приветствую вас. Мне видится история, мне видится ситуация под следующим углом. Вы хотите одного, родители хотят другого. Родителей поменять вы не сможете. Действовать так, как хотят родители, вы можете, можете, но это несет вам только лишь негатив, да, в том смысле, что, ну, что это на вас давит, что это вам тяжело воспринимается, и так далее. Да. Вот. А, то есть, это, то есть, вам нужно понять. То есть, перед вами стоит выбор, или вы слушаете себя, да, и действуете так, как хочется вам... Или вы слушаете, к примеру, родителей, и действуете так, как вам не хочется. Вот. По сути. По сути дела. Поэтому, я думаю, что это самое главное, что вам нужно понять, да. Дальше, если вы действуете, к примеру, выбирая себя действовать для себя, если вы выбираете действовать по своим правилам, вот, то у этого есть определенная цена. У этого есть определенная цена, и эта цена, она объективна, потому что вы действуете, исходя из своих соображений, которые, скажем так, более современные, да, более созвучны своему времени, чем соображения родителей, которые несколько устарели. И, соответственно, если вы руководствуете своими соображениями, то родителям это, естественно, не нравится по объективным причинам. То есть, основная проблема здесь в том, что вы не считаете нормой несогласия родителей. Хотя, на самом деле, то, что родители с вами не согласны, это норма. По-другому быть не может. Если бы родители с вами, значит, соглашались бы, да, это означало бы, что вы действуете как-то не так. Это означало бы, что вы действуете как-то, ну, скажем так, не совсем полезно для себя. Понимаете? То есть, несогласия родителей означает, что вы идете в правильном направлении. Вы идете не так, как идут они. И это здорово. Это означает, что вы продолжаете развитие. Это означает, что вы продолжаете эволюцию. Так что здесь, здесь, вот, краеугольный камень, краеугольный момент заключается в том, что вы как будто бы не признаете, не принимаете того факта, что они могут с вами не соглашаться. Не принимаете того факта, что это нормально. Про гармонию и про то, что вы хотите, да, я еще вам скажу обязательно. Вот. А другое дело, другое дело, что вам для чего-то нужна поддержка, к примеру. Другое дело, что вам почему-то нужна эта поддержка, к примеру. Да? Вот. Но обо всем давайте по порядку. Значит, мои родители не понимают меня. Ну, они не должны. Они не должны вас понимать. Точнее, у каждого родителя, у каждого человека, да, есть свой ресурс понимания. И любовь родителей к вам, например, совсем не означает, совсем не значит того, что они будут вас понимать. Они не могут понять какие-то вещи просто в силу того, что живут в совсем другом времени. То есть для них то время, в котором они живут, да, оно не совсем родное. Да, оно, ну, как правило, это время воспринимается в некоторой степени больше, как чужое, нежели чем родное. Вот. То есть у каждого человека есть свой ресурс для понимания другого. И понимание другого человека зависит от того, насколько гибкое мышление у понимающего. То есть ваши родители в теории могли бы вас понять, если бы у них было достаточно гибкое мышление, если бы они не мыслили косвенно. Но они мыслят с определенными ограничениями. Это объективно. И поэтому вас понять они не способны. Моя коллега, Светлана, которой вы уже возразили, и, собственно говоря, про которую я тоже скажу, она имела в виду, что вам нужно понимание родителей. Вы нуждаетесь в понимании родителей. Вам необходимо понимание родителей. И вот это является вашей проблемой. Это является проявлением деткости и незрелости. Тем, что вы недостаточно автономны, несмотря на свою самостоятельность. Тем, в том, что вы пытаетесь свою потребность, к примеру, в поддержке реализовать через родителей. Вот здесь проявляется ваша незрелость. Точнее, неумение самостоятельно удовлетворять свои потребности духовные. Вот. Дальше. Мне уже почти в 30 они пытаются управлять моей жизнью. И будут пытаться управлять жизнью. Это нормально. А вот раздражает вас то, что они, пытаясь управлять вашей жизнью, нарушают личные границы. Ваши. Вот. Ну, вторгаются у них. И это неприятно. Именно поэтому раздражают. Раздражение здесь, это защита. Либо вас это как-то задевает. Ну, то есть, тут нужно исследовать. Либо это защита, либо вас чем-то задевает. Потому что, ну, к примеру, ну, к примеру, я, да. Вот. Если моей жизнью пытаются управлять, да. Но при этом я уверен в том, что я делаю. При этом я уверен в том, чем я занимаюсь, да. И уверен, к примеру, в том, куда я иду. То, ну, в общем-то, я не буду избытывать раздражения. Потому что мне будет просто все равно. Вот. Любовь, это принятие. Любовь, это принятие. Любовь, это принятие. Это принятие другого человека полностью. И родительская любовь, она принимает человека полностью. Но только она принимает его полностью маленьким. Вдругого слова, родительская любовь принять полностью не способна. Просто в силу того, что родители за редким исключением не признают, что их ребенок не вырос, и что он способен здесь вот сам. Делаем это, опять же, с объективностью восприятия. То есть, если у тебя человек вот на глазах как бы растет, он для тебя всегда будет маленьким. Вы это можете проследить, если, например, у вас есть, к примеру, младшая сестра, которую вы видели прямо в пеленках, вы никогда не сможете воспринимать ее всерьез. Если сможете, это хорошо. Если сможете, это здорово. Но это большая редкость. По крайней мере, в современном мире, в моей практике, это большая редкость. Редкость, когда человек может воспринимать ребенка, ну, человека всерьез. Если он видел его рост, его развитие, его, так сказать, становление и так далее. А ведь родители не только ваши это видели. Все. Ну, они еще и вкладывали в вас то, что считали нужным. Вот. И, по-видимому, они вкладывали в вас больше, чем нужно. И продолжают вкладывать в вас больше, чем нужно. Вот. Потому что, если кто-то пытается управлять жизнью другого, то, значит, такой человек, то есть ваши родители в данном случае, имеет проблемы с собственной безопасностью. Такой человек имеет проблемы с собственным обеспечением. Вот. То есть у ваших родителей есть определенные проблемы, которые они пытаются реализовать за счет вас. За счет управления вами, за счет того, чтобы вы делали то, что они хотят и так далее. И вы действуете так же. Это и есть ваш, ваши родительские сценарии. Так же, как они стремятся управлять вашей жизнью, так и вы стремитесь добиться от них какого-то понимания, гармонии и так далее. Что, в принципе, является бесперспективным. Вот. То есть, стремиться к гармонии можно, но в данном случае, есть некоторые тонкости, о которых я скажу чуть-чуть позже, чуть позже. Я и так практически весь год пишите вы, живу с ними, везде им работаю, и хотя нет желания так много дать на работе, я могла бы иметь с доходом все в порядке. Но моя мама считает, что только остянули, как можно больше вырабатывать. В принципе, все интересы, грусты вокруг денег, я так не хочу. Понимаете, ну, здесь вы и жалуетесь. То есть, это вот у вас жалоба такая. Я и так практически весь год пишите вы, живу с ними. Только кто вас оставляет? Это же ваш выбор, жить с ними. Ну, не живите с ними, живите отдельно. Вот. Если вы живете с ними, то это ваш выбор. И за свой выбор, ну, с них все ответственность. Как раз таки. А то, что вы пишите, что я и так весь год живу с ними, это, ну, как будто бы жалоба, как будто бы одолжение. Мол, вот, я и так с вами живу, так весь год, так вы еще и мою жизнь управляете. Нет, не так работает. Вы, проанализировав свои ресурсы, свои желания, свои силы и возможности, пришли к выводу, что, как бы, вы будете жить с ними не на своей квартире отдельно, а с ними. Ну, и все. И вот, таков ваш выбор. Если вы не хотите этого, давайте подумаем, что можно изменить, что можно подкорректировать. Тем более, что доход у вас с доходом у вас все в порядке, пишите вы. Вот, коль у вас с доходом все в порядке, значит, откладывайте деньги на квартиру тогда, или на комнату хотя бы. Вот. Понимаете? Дальше. В принципе, все интересы пишите вы интересы моей мамы и крутятся вокруг денег. Это ее выбор. Это ее выбор, это ее право. Она в праве считает, что нужно как можно больше зарабатывать. Но вам нужно работать и зарабатывать не для нее, а для себя. Да, если маме нужны деньги, то пусть сама, как бы, работают. Вот это и есть личная граница. Отграничить то, что хочу я, и то, чего хочет другой человек. Раздражение у вас именно потому, что личные границы, разграничения себя и других, даже самых близких, у вас нет. А ведь чаще всего личные границы нарушают именно близкие, потому что они считают, что имеют право это делать. Хотя на самом деле это не так. Они не имеют право этого делать. Никто не имеет право этого делать. Ну, что здесь зависит на самом деле от воспитания и от ценностей. И опять же, ценности ваши могут быть какими угодно. Это исключительно ваши юрисдикции, исключительно ваше право, какие у вас будут ценности. Но проблема заключается в том, даже не проблема, а нюанс заключается в том, что ценности, по идее, должны человеку нести благо, нести счастье. Если ваши ценности, к примеру, то, что вы стремитесь к гармонии с родителями, несет вам только раздражение, потому что родители не меняются, а единственный способ достичь гармонии с ними, это сделать то, как хотят они. Наверное, эти ценности деструктивные. Они не неправильные. Они просто деструктивные. То есть, они вам вредят, они вам нанесут вред. И мириться с этим вредом или его нивелировать, это решат только вам. Если хотите, если вот вы скажете, например, да, хочу нивелировать, ну, вам можно будет помочь. А если вы скажете, к примеру, что, да ладно, пусть будет, они же мои родители, и все. Это ваш выбор тогда. И вот раз в год я еду туда, где мне хорошо, за границей. Здесь есть у меня подруга, которая тоже не нравится моей семье. Ну, правильно, потому что подруга олицетворяет с собой все то, что не приемлет родителей, а именно свободу и самостоятельность выбора, скорее всего. Вот. Плюс родители считают, что подруга плохо на вас влияет. Вот. И из-за нее вам приходят такие в голову, в голову такие мысли, да, как уехать за границу от них там и так далее, и так далее, и так далее. А родители думают при этом, как вы там будете, что вы там будете делать, и так далее. Ну, то есть, как вы там одна справитесь, бедная. Дальше. Значит, мои родители не хотели, чтобы я ехал. Ну и что? Ну и что? А они должны хотеть. Ну, в теории, вы скажете, да, мне бы хотелось, чтобы они одобряли. Но могут ли они одобрять? Знаете, в чем дело, от ли чего вам нужно, чтобы они одобряли? Вы можете сказать, для гармонии, для гармонии. Ну, хорошо. Но вы же не можете заставить их одобрять. Вы почувствуете ложь, вы почувствуете фальши, вы почувствуете лицемерие, в конце концов. То есть, если они не одобряют, и они вам это говорят честно, или показывают, то это, это, есть откровенность. Это есть искренность. И, да, так получилось, что они не хотят, чтобы вы ехали. Но, они же не запрещают. Они могли бы. Они могли бы запретить. Они могли бы не позволять распоряжаться вам своими деньгами, к примеру. Такие случаи я, ну, я знаю, я в курсе таких случаев. Таких случаев. Но, они этого не делают. Может быть, для вас это и есть возможная гармония. Единственная возможная гармония. Может быть, для вас это и есть единственный возможный вариант гармоничных отношений. Только вам нужно что-то большее. Только вам необходима большая близость с ними. Но, если близость необходима вам, то за этой близостью, за потребностью в близости стоит некое желание. Может быть, стоит страх. Может быть, стоит неуверенность в себе. И вот это делает вас недостаточно зрелой. Значит, им хотелось, чтобы я поехал к родственникам. Для меня это не отдых. Я уже им объяснял. Объяснять бесполезно, как вы сами далее пишете. Объяснять абсолютно бесполезно. Родители устроены следующим образом. Вот, вспомните, ну, я надеюсь, что вы вспомните. Может быть, у вас были такие случаи или хотя бы приблизительно такие. Когда вы, к примеру, совершали что-то запрещенное. То, что, ну, нельзя было делать. И не говорили родителям об этом. То есть, просто вот не говорили. Либо стояли на своем. Была одна реакция. А когда вы признавались в том, что вы это сделали, или когда вы начинали доказывать родителям, почему вы так поступили, то реакция была другая. То есть, когда вы доказывали, родители, скорее всего, начинали доказывать вам. Когда вы не доказывали, родители просто, к примеру, обижались или, ну, приводили несколько аргументов, да, и все. Но вызываю у вас, ну, к примеру, чувство вины, допустим. Ну вот. Бывали такие случаи у вас? Ну, ну, может быть, не прямо такие, но что-то похожее. Это означает реакцию родителей на ваше объяснение. То есть, объяснение они воспринимают не как взрослые люди для получения информации, к примеру. А объяснение они воспринимают скорее как сомнение. То есть, для них, для них, вот то, что вы объясняете, означает, что вы сомневаетесь в том, что делаете, вы не уверены в том, что делаете. И, отчасти, это, действительно, так. Если человек объясняет, значит, человеку важно доказать, важно показать, для чего он это делает, важно донести свою позицию, а если человеку важно донести свою позицию, то он не уверен. Потому что, тому, кто уверен в своей позиции, доносить ее не обязательно. Но, тем не менее, получается такая история, что объясняя им что-то, вы еще больше убеждаете родителей в том, что вы не правы, что вы не правы, а не они. Есть много моментов, которые мне не нравятся, и в принципе я уже в том возрасте, когда мне хочется делать то, что я хочу. Вот я им тоже объяснял. Объяснять бесполезно. Уже я устал от этого, правильно, во мне нужно жить отдельно. Мне кажется, внутренне я недовольна, что я столько зарабатываю, что могу сама поехать, сама купить билеты, смять желе и так далее. То есть независимо от них иначе, мне бы приходилось делать так. Да, они недовольны, потому что они слишком сильно живут вами. В своей жизни у родителей как таковой нет, иначе бы у них просто не было времени для того, чтобы с собой вот это все переживать. Они слишком засыклены на близких, ваша мама засыклена на деньгах и все, и вот поэтому такая история происходит. В своей жизни, в своей личной собственной жизни у них нет, либо она недостаточно развита. Отсюда и проблема. Я понимаю, что они хотят не лучшего оградить от ошибок, но это моя жизнь. Я ее хочу прожить так, как я хочу. Но понимаете, вот опять, да, вы как будто бы здесь бунтуете сейчас. Вы как будто бы бунтуете сейчас. Это тоже проявление недостаточно зрелого человека. Зрелый человек, он знает, что он хочет. Все, что вы говорите, он знает. Ему не надо это говорить. Это и так ясно вы это говорите, как будто бы не уверены, что все это действительно правда. И я и так всю сознательную жизнь их слушал. Вот снова. Вы пишите, я и так практически год живу с ними, я и так всю сознательную жизнь их слушал. Простите, чей это был выбор? Чей это был выбор? Вот поначалу, поначалу, когда вы были маленькие, это не было вашим выбором. Но когда вы поздравили, когда вы осознали возможность выбирать, это уже был ваш выбор. И вы слушали. Для чего? Для чего-то. То есть к чему вы это написали, что я и так всю сознательную жизнь их слушал? К чему? Были моменты, где они были правы, но было и наоборот. Я очень устал от этого, как до них до сейчас никак. До сейчас никак. Вы не сможете изменить людей. Что делать? Что делать? Что делать? Действовать только. Делать нужно следующее. Смотрите. Если родители действительно вас любят, если родители действительно хотят для вас счастья, если родители действительно хотят, чтобы вам было хорошо, то в первую очередь перестаньте им что-либо объяснять. это вызывает у них еще большее ощущение, что вы не уверены. Это первое. Да? Второе. Делайте то, что вы хотите делать. То есть делайте то, что вам интересно, то, что вам нравится, то, что вам как-то по душе и так далее. Просто делайте это. Делайте и ничего им не объясняйте. То есть просто вот покажите им, что что бы ни случилось, вы будете делать то, что вы считаете нужным. Это не изменит никто. Ни они, ни их реакция, ничего. Дайте родителям понять это. Дайте родителям понять, что они не в силах ни на что не могут повлиять. И когда они убедятся, что повлиять они ни на что не могут, когда они убедятся, что они не в силах что-либо изменить, они расслабятся и примут вас в такой, у них не будет выбора. Это единственный способ. Если вы хотите делать для себя то, что вам нужно. Почему они не хотят меня понять? Они, может быть, и хотят, но не могут. Это снова детское проявление. Ребенок, маленький ребенок, говорит, говорит примерно так. Почему они не хотят меня понять? Думаю, что все происходит только от желания или нежелания людей, но иногда существуют и объективные факторы, которые мешают произойти тому или иному явлению, которое нам хочется. И в данном случае вы не можете подняться в своем сознании выше «хочу» или «не хочу». В данном случае вы не можете увидеть, что у родителей есть ограниченный ресурс понимания, есть вещи, которые они в принципе не могут понять, как не могут понять, к примеру, 80 или 90 летний человек, да, ну, к примеру, социальных сетей, мобильных телефонов и прочее. Хотя мобильные телефоны люди понимают. Но вот социальные сети, компьютеры для людей – это очень тяжелая история. Вот. Они хотят? Хотят. Они могут? Нет. То, чего человек не может понять, он рационализирует в нежеланиях. Подобная психологическая защита называется отрицание. То есть то, чего я не могу понять, я понять не хочу. Я себя убеждаю в этом. Я не могу признаться в том, что я не могу понять чего-то. Не могу это признаться. И поэтому я говорю, что я не хочу. Ведь я же родитель, я же не могу чего-то не понимать. У меня же образ такой непогрешимый. Вот. Вы понимаете? Какая история. Поэтому вот ваше детское проявление, оно кроется в этих моментах. То есть вы видите ситуацию только в контексте «хочу-не хочу». А в действительности есть еще «могу» и «не могу». Объективно. Вот. Дальше вы пишете, что если я пытаюсь быть в хороших отношениях с родителями, если уважаю и люблю их, и да, мне важно, чтобы они меня понимали и поддерживали, значит я не взрослый. К сожалению, отчасти это так. Смотрите. Любить родителей вы безусловно можете. Любовь означает полное принятие. Полное принятие родителей. То есть, условно, если ваш папа или мой папа военный, к примеру, генерал, да, и он привык, что все делается по исключительной распорядку, все делается по плану, да, все планируется и так далее, то я, если уж, люблю люблю, люблю своего отца, я принимаю его, так вы понимаете, я принимаю его полностью, я не пытаюсь ему донести, что не всегда и не все, к примеру, нужно планировать. Понимаете? Любовь – это означает планирование. Простите, но когда вы говорите, почему родители меня не понимают, это не проявление любви, потому что вы требуете от них того, что они вам дать не могут. Это не проявление любви. Это проявление, скорее, важных потребностей. потребностей, которые сами по себе, сами по себе являются неестественными. Мы все хотим, чтобы нас поддерживали, мы все хотим, чтобы нас понимали. Но, кто именно? У родителей ограниченные, ну, ограниченные способности для этого. Поэтому понимать, понимание нам нужно искать и ждать от тех людей, которые реально могут это сделать. Родители ваши реально этого сделать не способны. Поэтому отделите любовь, чувство принятия другого человека полностью и заинтересованность в его росте и развитии от своих потребностей. Своих потребностей в понимании, в поддержке и так далее. Это абсолютно разные вещи. И вот в этом и заключается ваша невзрослая. Дальше. Идем. Я всего лишь хочу достичь гармонии. А что есть гармония? Что есть гармония? Гармония, это когда два, скажем так, самостоятельных субъекта, да? Соединяется в какой-то индивидуальной, уникальной для них связи. Но иногда, если говорить честно, то достаточно часто гармония, это проявление мудрости. И кому, как не вам, будучи более молодой, будучи более гибкой, чем ваши родители, проявить мудрость и принять их. Это мои самые близкие люди, я не хочу быть с ними в плохих отношениях и думаю, что это нормально. Опять же, здесь у вас все слишком категорично. А в том, что это самые ваши близкие люди, вы не совсем правы. Я вам даже больше скажу. Для взрослого человека родители самыми близкими людьми быть не должны. Об этом написано везде, в том числе и в Библии. Для взрослого человека самыми близкими людьми являются его любовный партнер, его друзья и его коллеги. Родители абсолютно закономерно отступают на задний план. Если взрослый человек чрезмерно нуждается в родителях, это говорит об определенных проблемах у этого человека. Да, бывают ситуации, когда это, в общем-то, нормально все, ну, реализуется, нормально все осуществляется и так далее. Но, к сожалению, как бы, в, допустим, той же Библии написано подобное не случайно. Это означает, что, ну, таковы законы природы. Что именно закон природы гласит, что человек должен отделяться от своих родителей. Поэтому, то, что ваши родители самые близкие люди, здесь вы правы относительно. Понимаете? Потому что для того, чтобы быть близким человеком, нужно разделять его жизнь. Нужно разделять его влечение. Нужно принимать его полностью. Ваши родители, как вы могли заметить, полностью вас не принимают. Они не способны вас полностью принять. А, значит, быть близкими людьми для вас полностью они не способны. Теперь вам осталось эту позицию принять. Теперь вам осталось понять, почему же я не могу этого сделать. Почему же я не могу это принять? Что во мне, что во мне борется против этого? Что во мне, значит, ну, противится этому? По какой причине, значит, ну, это против... По какой причине я противлюсь этой позиции? Ведь вы же здесь, по сути говоря, по сути дела пишите, что я не хочу быть с ними в плохих отношениях. То есть для вас, для вас по какой-то причине, да, несогласия с родителями уже означают плохие отношения. Это не так. Это, опять же, признак незрелости отношений. Если я не хочу делать то, что вы считаете мне нужно делать, это не значит, что я с вами в плохих отношениях. Это значит, что у меня четкие личные границы. При этом, это не мешает мне уважать вас, а может быть даже и любить. Дальше, я думаю, что это нормально. Не совсем. Не совсем. К примеру, может быть, речь идет и не про ваших родителей, совсем. Но я просто приведу этот пример, дабы вы, может быть, ну, несколько лучше понимали историю. Есть, есть, ага, такие родители, которые своих детей используют. Ну, просто вот они используют. Они не позволяют своим детям, к примеру, жить так, как те хотят. Они взывают к их чувству вины, к примеру. Вот. И когда такие дети хотят сделать что-то для себя, хотят сделать что-то для самих себя, начать жить, по сути, своей жизнью, вот, то, что родители отказываются их принимать. Родители как бы говорят, если хочешь, чтобы мы тебя любили, если хочешь, чтобы мы тебя уважали, если хочешь, чтобы мы тебя ценили, если хочешь, ну, собственно, нашей любви, да, делай, как мы говорим. И надо доходить даже до того, что родители готовы отказаться от своих детей. И в этом случае человек, это, как правило, уже, ну, взрослый человек, оказывается, перед выбором он либо должен гнуть свою линию, но потерять родителей, по сути. Или он должен, или он должен себя предать и сохранить родителей. Выбор, конечно, делает каждый, но сохранить родителей значит обрести себя на несчастье. Вот и все. Поэтому, если вы позиционируете себя как взрослого человека и несущего ответственность за себя, то вам нужно быть готовой к плохим отношениям с родителями. И воспринимать это нормально. То есть, если такова цена вашей самостоятельности, если такова цена, к примеру, вашей свободы, то эту цену вам нужно заплатить. Вот и все. Поэтому, в этом, в этом смысле, в этом контексте, то, о чем вы пишете, ненормально. Ненормально хотеть хороших отношений с родителями, если цена этого ваша свобода, ваша неудовлетворенность к жизни, ваша усталость, раздражительность и так далее. Обратите внимание, что к 30 годам у вас нет любимого мужчины, как я понял. У вас не идет речь о создании своей собственной семьи. Вы думаете это случайно? Я думаю, что нет. Дальше. Так, понимание и поддержка не относят контроль. Отношает контроль. Не всегда, но что оно к контролю отношает. Моя коллега, наверное, переборщила немножко с категоричностью, слишком категорично она это высказала. Я против категоричности, но я считаю, что поддержка и контроль иногда дают свободу, а иногда дают контроль. Так вот, в вашем случае, если вы хотите поддержки и понимания от ваших родителей, это контроль. Потому что родители не дадут поддержку и понимание в том, чего они сами не понимают и не поддерживают. А объективно есть такие вещи, которые они просто в силу своего возраста уже понять и поддержать вас не в силах. Могли бы, но не все. Я с детства вполне самостоятельный ребенок. Были конфликты и конфликты с детства на эту почву. Просто сейчас ситуация как бы стала критической. И это означает аноним. Знаете, вот с детства у вас противоречия. Вы говорите, что понимание поддержки не означает контроль. Вы пишите, что коллега не права. Но, вы пишите, что с детства вы вполне самостоятельный ребенок. Были конфликты с детства и с детства на этой почве. Просто в детстве ситуация стала как бы критической. Но это означает, что ваше поведение, которому вы исследовали всю свою жизнь, довело вас до критической точки. Значит, что-то вы делаете неправильно. Коллега указывает вам на то, что вы делаете неправильно. Вы не говорите, что она не права. Да, может быть, коллега перегнула с категоричностью. Я уже об этом сказал. Но в основной идее, в основном по силе, коллега вполне права. То, что вы делали, то, как вы организовывали свое личное пространство и свои личные границы, привело вас к критической точке. Значит, нужно что-то менять. И менять можно тут только отношения к родителям. Уменьшение значимости их в вашей жизни. Потому что перевоспитать и переделать родителей невозможно. Ну, вот, в принципе, то, что я сказал. Кстати, здесь вы, опять же, обрадываетесь, опять же, пытаетесь доказать что-то, что как бы говорит о том, что вы, ну, в общем-то, не уверены в себе. Если человек, вы обрадываетесь. Вы как бы обрадываетесь. Вот. А делать этого не нужно. Если вы действительно ищете проблемы в себе, то непонятно, почему коллега не права. Ведь если вы ищете проблемы в себе, то любое, любое обращение вашего внимания на то или иное вас уже должно дать вам пищи для размышлений. А тут, тут как бы противоречия. Вроде бы, проблему ищете в себе. Всегда. Проблема. Но, в то же время, Светлана почему-то не права. Вы уж определитесь, как. Вот. Так что, проблемы с родителями являются не проблемой с родителями. А проблемы с родителями являются вашей проблемой. Это ваша проблема неумения выстроить и отстаивать свои личные границы. Может быть, вы вообще личные границы не приемлете. Судя по тому, что пишете. Ну, судя по тому, что вы пишете. Вы задаете вопрос, да? Мой коллега, ну, моя коллега, к примеру, Светлана, опираясь на свой опыт, на свои знания, высказывает вам профессиональную точку зрения. Профессиональную точку зрения. Вы говорите, что она не права. Как можно быть правым или неправым в профессиональной точке зрения? Профессиональная точка зрения вам либо подходит, либо нет. Либо вы можете сказать, вы знаете, Светлана, ну, я вас услышал, а, в принципе, ваш подход, он, как бы, интересен, но мне нужно что-то другое. Я хочу рассмотреть там, к примеру, возможность убедить родителей. Хорошо. То есть четкий запрос должен быть здесь. Я хочу убедить родителей. И тогда думаем, как можно родителей убедить. Тогда анализируем их психологические портреты, ваш психологический портрет, и выстраиваем стратегию, как можно их убедить. Но у вас такого запроса нет. У вас запрос, что делать, и почему они не хотят меня понять. Ваш вопрос. И как мне до них достучаться. И все. Понимаете? Поэтому здесь, как бы, есть сомнения. Есть сомнения относительно того, насколько вы, вот, действительно берете на себя ответ. Может быть, в чем-то, да. В чем-то, может быть, вы гиперответственны, а в чем-то вы безответственны вообще. Как, например, вот, в данном поведении, в данном ответе на рекомендацию у коллег. Вы чего хотите, Тацаны? Давайте не будем тратить время на споры. Вы чего хотите? Чтобы родители вас понимали, к примеру? Хорошо. Давайте сразу. А если они не могут? Понятно. Что тогда? Ну, вот, они не могут понять, вот, нет у них ресурсов, да. К примеру, вы математики, я гуманитарий. Я не могу понять математики. Вот. Что тогда? Это делает ваши знания плохими? Давайте четкий запрос к психологу, что вам нужно. Вот. Далее выбирайте себе эксперта и начинайте работать. Выстроим, выстроим стратегию, выработаем рекомендации индивидуальные для вас. И уже будем идти к цели. Вот так. Чтобы не было просто истории, брат или нет. Психолог не должен быть прав. Вы задаете публичный, публичный вопрос. И на публичный вопрос есть свои мнения. Есть много профессиональных мнений из разных школ, из разных направлений психологии. Понимаете? И тут нет правоты. Не делится мнение людей на правое или неправое. Вот и все. Но то, что вы так отреагировали, тоже является, в общем-то, симптомом. Симптомы ваши не уверены в себе. Вот. И так. Еще раз. Чего вы хотите на самом деле? По этому все. Я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку. Буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.